Александр Иванович Куприн знаменитый русский писатель, автор таких известных произведений, как «Поединок Олеся» и «Гранатовый браслет». Именно о нем нам расскажет начальник научно-исследовательской группы «Арфео Цунеев» Татьяна Балабина. Как любая молодая девушка, я, конечно же, мечтаю об настоящей, искренней, всем поглощающей любви. И эту любовь я нашла на страницах произведения Александра Ивановича Куприна «Гранатовый браслет». Данное произведение попало ко мне в руки в 11 классе, и увидев описание вот тех самых чувств, той искренности, которой мечтаешь, просто захватило, поразило меня. История у этого произведения очень интересная, она на самом деле основана на реальных событиях. Иван Александрович был дружен с губернатором Любимовым. И на одном из таких визитов в дом Любимовых за просмотром семейного альбома супруги рассказали ему любовную историю. О том, что в супругу губернатора был влюблен чиновник-телеграфист, и он писал ей любовные послания. Эти любовные послания супруга сохраняла, делала небольшие зарисовки и складывала в альбом. Именно этот сюжет лег в основу данного произведения. Произведение небольшое, всего 30 страниц, но оно каждое слово, каждая страница пронизана любовью. Любовь, которая описана между мужчиной и женщиной, показана не только между главными героями, как раз-таки Верой Николаевной Шейн и Желтковым. Они также рассказываются в небольших рассказах генерала Аносова, которые приключились в его полку. Это больше удает понять, насколько все-таки это большое и всеобъемлющее чувство. Сюжет очень простой. Именин, конец лета, середина сентября, а княгиня Шейн отмечает свои именины. Она собирает немного гостей, только самых близких. И под конец вечера ей приходит письмо с подарком. Подарок от ее тайного воздыхателя, который уже на протяжении 7 лет безнадежно влюблен в княгиню. Казалось бы, все. Вот простой сюжет. Но о том, как описаны чувства, переживания, рассуждения, все это отражено в книге. Очень интересно говорит о любви сам генерал Аносов, который рассуждает о том, что такое любовь. «Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?» Тихо спросила Вера. «Нет», – ответил старик решительно. «Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой так. Какая-то кислота. Одна жалость». Ну, а прочитав это произведение, каждый решает уже для себя сам, что же для вас любовь. Кому хочется порекомендовать это произведение? Наверное, тем, кто считает, что любовь – это порог. На самом деле, любовь – это дар, который дан нам свыше. Поэтому, если вы любите, но не признались еще в своих чувствах, обязательно признайтесь. А если вы еще не встретили, то желаю вам счастья и удачи встретить эту искреннюю чистую любовь. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет. Низкопробный, очень толстый, но дутый. И с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посередине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек. Пять прекрасных гранатов, кабошонов, каждой величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные, ярко-красные живые огни. Точно кровь, подумала с неожиданной тревогой Вера. Гранатовый браслет. Куприн. Рекомендую.